Всем огромный привет и очень рада вас видеть! Сегодня я снова на своём канале спустя очень долгое время, и я бесконечно рада этому. И я надеюсь, что мои подписчики и просто люди, которые зашли на канал, рады, что они открыли это видео, смотрят. И хотелось бы, наверное, начать с небольшого лирического отступления о том, что блогерство для каждого из нас... Ну и не для каждого, хорошо для большинства из блогеров. Блогерство... Тавтология получилась, ну ладно. Блогерство — это хобби, прежде всего. Это то, чего мы получаем удовольствие. Это наше отдушина по жизни. Но случаются такие моменты в жизни, когда мы решаем свои основные проблемы, на свой хобби мы просто должны забить. Как бы это ни звучало грубо, но это так. И в моей жизни, к сожалению, сложилось так, что по ряду обстоятельств, это работа, это окончание университета, какие-то личные проблемы, у меня блогерство отошло на самый-самый дальний план. Но с течением времени, когда у меня появилось хоть какое-то свободное время, я его хотела посвятить блогерству. Потом у меня долго не было вдохновения, я не знала, как с чего начать. Я хотела на новом более уровне для себя, скажем так, для себя и для вас свой канал поднять на более новый уровень. Но посмотрим, что из этого получится. Сейчас у меня появилось достаточно много времени для того, чтобы заниматься своим каналом. И я очень рада, что многие из вас дождались этого светлого момента. И для меня было очень приятно, что были девушки, которые поддерживали весь этот период. Меня не забывали о том, что есть такая я, Мария, и что я веду свой канал. Меня очень многие спрашивали, буду ли я дальше вести свой канал, почему я не снимаю. И, наверное, это немного меня раззадорило, и мое внутреннее такое состояние я хотела снимать, я хотела что-то сказать этому миру. И все это привело к тому, что я сейчас сижу, тут что-то говорю на камеру. В том числе по поводу качества канала, по поводу каких-то серьезных изменений для вас. У меня новая камера. Я надеюсь, что вы это заметите. Я сейчас буду активно учиться монтировать уже ролики с этой камерой, так как качество более высокое. Программа для этого требуется лучше. И буду стараться свои, скажем так, умения развивать. Благо, время, надеюсь, у меня для этого будет. И далее. И так, начнем тема этого видео, это покупки. И сразу оговорюсь, что я покажу именно покупки, которые были за последнее время, такие самые интересные за лето в основном. Покупки и подарки на день рождения, который у меня в конце сентября, все это будет в другом видео, так как что-то из этого я тестирую сейчас, что-то из этого до меня еще не дошло, не доехало. И поэтому это будет чуть позже. А вот сейчас я покажу именно самое интересное за лето, о чем мне хотелось бы, наверное, с вами поговорить. Итак, хотелось бы, наверное, начать с самой такой крупной покупки за все лето. То, что я давно искала, то, что давно ждала. И кто смотрит, следит за моим инстаграмом, те знают, что это. Это туалетная вода от Givenchy из их летней круизной коллекции. То есть это ангел и демон, но только вот переизданный в таком вот летнем очень крутом варианте. А у меня здесь внутри вот эта вот водичка, она достаточно прозрачная, но благодаря блесткам она окрашивается в такой вот... Я не скажу, что это оранжевый цвет, это такой вот бежево-песочно-золотой какой-то. Вот такой вот здесь внутри блестки, если вам видно это. Вот очень-очень крутой дизайн. Несколько лет подряд я искала себе летний аромат. Я не могла его себе нигде найти, но это просто бомба. Я всем уже своим знакомым сказала, всем девчонкам, что если вы хотите крутой бомбезный аромат, попытайтесь найти этот. Попытайтесь где-то эту круизную коллекцию найти. Ее смели с полок. Я где-то в... По-моему, в начале или в середине июля покупала этот аромат. Он был последний. В пассаже его уже не было в тот день, когда я покупала. Я покупала в Ревгоше, который находится на канале Грибоедова, рядом с Финеком. И там была тоже, по-моему, был, по-моему, последний флакон. Вот. Но я всем советовала настоятельно где-нибудь в интернете, в дьюти-фри, еще где-то постарайтесь найти. Это будет просто вот лучший летний аромат, вот в моем представлении. Он пахнет... Он пахнет, наверное, роскошью. Он пахнет летним горячим песком. Он пахнет экзотическими цветами тиары. Это, наверное, первый аромат, где я узнаю хоть какой-то ингредиент. Просто фантастический аромат. Он сладковатый, но это такая сладость, именно очень такая вот элегантная, вкусная. Действительно очень вкусный аромат. Этот аромат у меня ассоциируется, наверное, вот именно с таким вот летом, с белыми яхтами, с белыми льняными костюмами. При этом на вечер я его тоже не исключаю. Он очень элегантный, очень красивый аромат. На холоде он раскрывается немного по-другому. Кстати говоря, я даже осенью пыталась себя согреть теплым чем-то, и этот аромат тоже мне пришелся. В тему осенью. Ну, когда такая теплая осень, там плюс 10, плюс 15, там первые желтые листочки падают. Он тоже, в принципе, смотрится неплохо и ощущается неплохо. Вот сейчас уже, когда на улице там около плюс 5, когда хочется закутаться в шалемар, круче шалемара нет ничего для меня. В смысле, хочется закутаться в шарф, и круче шалемара нет ничего от Герлен. Здесь это аромат просто, я не знаю, из Givenchy, наверное, это самый-самый крутой аромат. Аромат лета, аромат... Есть там нотки кожи, кстати, горячей. Что-то вот в этом роде есть. Есть какие-то нотки такого горячего, раскаленного песка. Я обязательно прикреплю здесь где-нибудь именно там ноты и так далее, потому что я, в принципе, знаю, я плохо описываю ароматы, но он бомбезный. Это просто вот такой вот очень-очень вкусный аромат. Но самое главное, что он сочетает в себе вот такую вот лёгкость, которую дают цветки тиара, и такой вот какой-то такой вот элегантность, строгость. Что-то вот такое очень вкусный, очень тёплый аромат, очень крутой. Он у меня просто ассоциируется теперь с летом, и я не знаю, что я буду делать, когда он закончится. И, скажем так, продолжая именно покупки долгожданной, радостной, я вам покажу, угадайте, что я вам покажу? Я вам покажу МАК-217. И я не знаю, рассказывала ли я на YouTube, но все мои близкие подруги знают эту страшную историю о том, что каждый раз я иду в пассаж, где находится корнер МАК. Я иду туда, у меня есть деньги на МАК-217, я её очень сильно хочу уже несколько лет. Но я покупаю карандаш, я покупаю помаду, ещё какую-то фигню, даже не обязательно в МАКе. Я обязательно куплю что-то, кроме этой кисточки, на эти деньги. И мне очень грустно, я потом хожу, ну МАК-217, я очень её хочу, но я как за ней пойду, я обязательно куплю что-то, что в тот момент мне кажется, что она намного нужнее мне. Ну вот, МАК-217. Она у меня грязная, к сожалению, потому что я сегодня макияж, с помощью неё делала себе макияж глаз. Значит, что хочу сказать. Я не хочу долго тут говорить, что МАК-217 это лучшее, что придумано компанией МАК, потому что это всё сказано другими блогерами. Единственное, что я хочу добавить, кроме того, что это действительно крутая растушёвочная кисточка для глаз, то, что человек, который не профессионал, который не визажист, который учится, там, как-то смотрит видео Елены Крыгиной, грубо говоря, учится макияжем. С МАК-217 он научится намного быстрее, чем с какой-нибудь кисточкой от Reflame или что-нибудь в этом роде. Это моё личное мнение, просто потому что я скажу так, с этой кисточкой я не прилагаю практически никаких усилий для того, чтобы правильно растушевать свои тени, сделать именно тот рисунок теней, там, тот уголок глаз или, там, ту складку века, которую я хочу, которая у меня вот идеальная складка века в голове есть. С другими кисточками я могу извозиться минут 15 для того, чтобы сделать тот самый идеальный уголок, и он у меня даже может не получиться, я уже плюну, скажу, ну, ладно, я уже опаздываю, там, на работу, на учёбу или ещё куда-нибудь, уже без разницы, все меня и так любят. Но вот с этой кисточкой я всегда очень быстро добиваюсь очень качественного результата, который меня радует. Вот и всё. Именно поэтому это сейчас мой must-have, использую его в каждом своём макияже. Я, конечно, знаю, что есть такие вот аналоги от Aero Minerals, и многие пишут, что это действительно круче даже, чем MAC 217, или это полный аналог. Так, честно, ради интереса я хочу заказать, почему бы и нет, скажем так, просто потому, что если будет у меня две таких кисточки, и не по цене MAC 217, почему бы и нет, я буду очень рада. Но пока что это, да, это мой фаворит, я его долго ждала, и я, наконец-таки, довольно сижу с этим, да. Далее, продолжая уже тему MAC, я расскажу о том прекрасном бронзере, который я приобрела этим летом, я тоже там спамила фотографии с этим бронзером в инстаграме, это бронзер от MAC, он очень красиво называется. Так, сейчас, Extra Dimension Bronser, оттенок, оттенок очень красиво называется, Aphrodite Shell, да. Вот такой вот он, красивый, тут даже ещё рисунок я не угробила, вот. Ну, грубо говоря, я не знаю, что меня подкупило конкретно, название Aphrodite Shell, или вот такой вот очень красивый дизайн этой коллекции, по-моему, Allurean Aquatic она называлась, или что-то в этом роде. Вот, либо вот внутренний такой рисунок красивый, либо оттенок бронзера, вот такой вот, я не знаю, я не назвала бы его классическим таким вот бронзером для контурирования, или что-то в этом роде. Ох, я так смачной вам сучто сделала. Да, и, но, 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 я даже когда покупала, я прочитала отзыв TempTali на этот бронзер, она его, просто, я не знаю, в пух и прах его разбила, сказала, что, чтобы его нанести, его нужно 10 раз нанести, в учёте, что я не самый белокожий человек в России, и, ну, я не такая, конечно, тёмная, как TempTali, да. Да, но, скажем так, я с опасениями брала его, но всё-таки, наверное, Allurean Aquatic, красивая упаковка, Aphrodite Shell, меня прям вот подкупили. Значит, да, почему я его взяла, вот, и я реально довольна этим бронзером, просто потому, что он, он очень необычного красивого оттенка, он не жёлтый, он, он имеет даже немного розовый подтон, может быть, где-то, но он точно не розовый. Вот. Во-вторых, он очень деликатный, с ним тяжело переборщить, то есть это плюс для новичков. Третий аспект, он такой, в нём нет шиммера, но при этом он такой, как, как немного, не знаю, жемчужный, лёгкий блеск присутствует у него. То есть, грубо говоря, для эффекта здорового сияния кожи он тоже подойдёт. Для девочек очень загорелых летом я его использовала, в принципе, на всё лицо иногда, лёгкой вуалью, почему бы нет, чтобы подчеркнуть свой загар. Именно как бронзер я его обожаю использовать, и даже сегодня, по-моему, я его использовала в своём макияже, благо бронзеров у меня не так много. Вот. За что я его люблю? За очень деликатный, красивый эффект, за очень такое деликатное, лёгкое контурирование. Вот. За то, что он придает лицу какую-то такую вот лощёность, какое-то вот такое реально здоровое сияние, и мне очень-очень-очень он нравится за счёт вот этого вот деликатного, очень красивого эффекта. Пройдёмся по прочим таким известным вещам на YouTube. Это тени Color Tattoo. Я себе взяла такие, да более известные два оттенка, Pink Gold и Permanent Taupe. Вот. Почему я взяла тени Color Tattoo? Всё очень просто. На них была огромная скидка в Улыбке Радуги, а я туда заходила уже не помню зачем, и я решила, ну, почему бы и нет, попробую. Раз весь YouTube пищит от восторга, я решила, что, наверное, мне тоже надо затестировать. Пятьсот свочей, я думаю, делать не буду, потому что, в принципе, всё это выглядит точно так же, как и в упаковочках. Я думаю, что в интернете вы найдёте 550 свочей, и вы их уже видели в других видео. Что касается этих теней в целом, я не могу сказать какой-то такой конкретный отзыв, потому что вот у меня два оттенка, один шиммерный, другой матовый. По текстуре это абсолютно два разных продукта. То есть, что сказать про Pink Gold? Это такой очень, очень мягкая текстура, очень легко разносится. Она не стойкая, то есть вообще не стойкая, скатывается без базы, но при этом, за что я люблю конкретно этот оттенок, за такой эффект здоровый, очень здоровый, открытый взгляд, свежий сразу. И можно сделать мономакияж и пойти по своим делам, в особенности летом это очень удобно. Вот, мне за это Pink Gold и, собственно, понравился. Permanent Top. Значит, за что я не люблю этот оттенок, за то, что всё-таки с ним тяжелее работать, нежели с Pink Gold. То есть, это не тот оттенок, который намазал и пошёл, и всё у тебя будет красиво. Вверх сам по себе я его не вижу. Ну, на себе я его не вижу, во всяком случае. Это оттенок, с которым надо ещё повозиться, поработать. Во-вторых, что хотелось бы сказать, наверное, про этот оттенок, за что я его люблю. Вот. За что я его люблю? За то, что он стойкий. Он стойкий, и его можно использовать как подложку под тяжёлые макияжи. Вот. В этом плане он... Я не скажу, что это идеальная подложка, но вполне себе интересный оттенок. Для каких целей я его использовала? Я использовала его для смоки. Причём, я его использовала именно, чтобы сделать... Как? Чтобы сохранить... Сохранить... Сохранить рельеф века. Вот. Вот. Это правильное слово. Значит, что я делала? Я прорисовывала складку верхнего века этими тенями. Вот. Как? Пыталась растушевать их именно так, чтобы сохранился рисунок вот этот века. И потом уже сверху клала более другие тени, которыми, собственно, я и делала смоки. Всё это у меня... Вся эта конструкция держалась всю ночь. На утро, в принципе, каких-то серьёзных изменений при счёте, что я была в клубе, я не заметила. Всё очень круто смотрелось, даже без базы. То есть в этом плане вот именно permanent taupe. Они стойкие, они держат сами, они держат сам макияж. Вот. Очень даже интересные. Так. У меня есть два продукта от новой марки достаточно. Я её, во всяком случае, вижу тут в первый раз. Впервые это Organic Therapy. Значит, это российская марка. Она продолжает линейку наших таких прекрасных производителей на Турасиберик, Organic Shop и прочих-прочих. То есть тут у нас, как всегда, нет SLS, парабенов, талатов, силиконов. Мы очень рады этому. Значит, один продукт у меня ангельская пенка для умывания с органическим экстрактом от гелики. Второй продукт у меня очищающая маска для лица с органическим экстрактом белого трюфеля. Я не знаю, как выглядит белый трюфель, пожалуйста, расскажите мне, но мне очень интересно, потому что, кроме как конфет вот этих вот трюфелей и ещё какого-то такого что-то типа гриба в французской кухне, что тоже называется трюфелем, я не знаю. И белым я никак не представляю, ни то, ни другое. Что касается пенки, то ангельская пенка, к сожалению, меня не впечатлила. Я ожидала что-то сродни по качеству натуры сибирики, ленивее. Но, к сожалению, ни то, ни другое это не напоминает. Пенка действительно, да, она очень упругая, очень вкусно пахнет. И подозреваю, что пахнет она ангеликой, потому что запах похож на запах одноимённой серии от L'Occitane Ангелика. Ну, общие нотки есть, но я не скажу, что это идентичный запах. Вот. Умывание само, да, приятно этой пенкой умываться. Она такая именно, такая плотно взбитая, хорошо распределяется по лицу. Но больше всего мне не нравится в этой пенке то, что она, несмотря на вот всю эту вот сам этот приятный ритуал, то, что вы наносите эту пенку, она приятная действительно, она очень жёсткая. То есть она очень сильно сушит кожу. И при этом, скажем так, я понимаю, если бы она была действительно очень такая, ну, скажем так, как та же самая Невея, которая отмывает до скрипа, которая вымывает всю из пор, после этого действительно чистая кожа. Она из пор ничего не вымыть, никогда. То есть в плане борьбы с какими-то загрязнениями, это действительно ангельская пенка, и ничего она им не сделает. А в плане именно ощущений вашей кожи после этой пенки, это хуже атомной войны, честно. Очень кожа сухая, очень какая-то такая скукоженная, раздражённая, мне не нравится. Добью, что тут осталось, немного на донышке, но честно, вот после этих двух продуктов, сейчас дальше расскажу про маску, я не хочу продолжать своё знакомство с Organic Therapy, они, к сожалению, не интересны для меня больше. То есть по двум продуктам, скажем так, у меня не то, что нет восторгов, у меня одни пока что сплошные разочарования. Что касается маски с белым трюфелем, который так меня интересует, что же это такое. Маска, она очень красивая, приятная, она стандартная белая маска, имеющая такой вот, как жемчужный блик какой-то. Вот, очень приятная к лицу, то есть её легко так тоже наносить, всё это очень красиво, если бы лицо не начинало от неё щипать. Ну ладно, ещё пусть она пощипывает, она в принципе не очень там как-то страшно щипает лицо, просто как-то, как-то немного может разогревающе или что-то в этом роде. Ладно. Мы готовы это пережить. Вот. Но она заявлена как очищающая маска для лица. Именно как очищающая маска она не работает. Она вообще никак не работает. То есть какого-то действительно очищения, что у меня кожа какая-то матовая после неё, я не заметила. Да, кожа мягче становится. Вот единственное, что я заметила, но это было бы странно, если я что-то нанесла на кожу, и она вообще бы никак не изменилась. Да, она мягкая после вот процедуры. Всё. И закончить, наверное, своё видео я хочу двумя лаками для ногтей. Не пугайтесь, я за лето ещё покупала лаки, но я уже не помню какие, поэтому я показываю то, что я купила за начало осени. Это два лака. Ой, господи. Первый лак от Maybelline Colorama. Оттенок 165. То есть вот такой вот типично осенний, коричнево-серый цвет какой-то вот такой непонятный. В принципе, лак очень капризный в нанесении. Это я могу отметить. Он такой вот, как сказать, я даже не знаю, он может быть немного жидковатый. Просто. Не знаю. То есть его очень тяжело наносить, он как-то вот такой капризный достаточно. Но он, в принципе, держится неплохо за те деньги, за которые я его купила. Он меня, в принципе, устраивает. Что я не могу сказать про вот этот лак. Это лак Orly. Значит, оттенок Naughty или что-то в этом роде. Naughty, наверное. Но я оставлю под видео, никто не беспокоится за мое произношение. Так, он такой, скажем так, наверное, на видео у вас он будет сейчас черный, но на самом деле это темно-темно-вишневый оттенок. При плохом освещении он выглядит как черный, при солнечном красивом освещении он выглядит как такой вот темно-темно-вишневый. То есть оттенок красивый, но чтобы его нанести более-менее нормально, я его смогла нам нанести только со второго раза. Причёте, что это не первый раз, когда я крашу ногти. Вот. Далее. Что еще хочу сказать? Он очень жидкий. То есть он просто буквально как вода. Его очень тяжело нанести ровно на ногти, на ногтевую пластину. Следующий аспект. Он очень-очень-очень плохо сохнет. Даже с сушкой он очень плохо сохнет. То есть, грубо говоря, чтобы его просушить, вам нужно каждый слой холодной струей фена, грубо говоря, просушивать. Вот тогда он может быть высохнет. Но для того, чтобы он ровно красиво смотрелся на ногтях, нужно как минимум, скажем так, если звезды сойдутся на небе, два слоя. Если в обычный день, то три. То есть я наносила три слоя, я каждый из них сушила феном, и потом сверху нанесла сушку, и только тогда я добилась хоть какого-либо приемливого результата. Но тут ждет второй акт марлезонского балета. Он не держится никак. То есть я его нанесла в ночь с пятницы на субботу. Вечером в субботу я уже видела сколы на своих ногтях, у меня уже начало все сколупываться в воскресенье. Я уже как-то пыталась уголочки подкрасить, что-то попыталась сделать. Но вот, грубо говоря, вечером в воскресенье, вот эта вот сторона, вот как бы, грубо говоря, где ноготь заканчивается, полностью кончики облетели уже. То есть стойкость, ну я не скажу, что нулевая, нет, он продержался там полдня, но это вообще никуда не годится для лака, который стоит 300 рублей. То есть вообще меня разочаровал этот лак, мне он не понравился, я не знаю почему. Может быть это оттенок такой неудачный, может быть я его где-то не там покупала, хотя покупала я его в подружке. Не знаю, мне лак вообще не понравился. Итак, это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Я обещаю, честно, обещаю, что я постараюсь больше не пропадать так надолго. Я хотела бы сказать огромное спасибо тем девчонкам, которые дождались меня наконец-таки, что я снова снимаю. И также, наверное, спасибо вам за то, что вы были сейчас со мной. И надеюсь, с вами увидимся в следующих видео. Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok